здравствуйте друзья мне 35 лет образование только средняя школа английский на уровне трех баллов школьной программы живу в москве в съемной квартире женат двое детей 10 и 12 лет работаю в сфере интернет маркетинга а также немного дизайнер интерфейсов и веб-сайтов карьера скажу честно на уровне плинтуса зарабатываю совсем немного но всегда хватает на аренду питания жену и детей в общем живем довольно скромно почему так мне вроде уже достаточно много лет и можно было бы уже чего-нибудь достичь серьезно в плане карьеры но дело в том что нынешнее положение это результат не отсутствия роста а результат падения раньше до 11 года все было иначе у меня была своя дизайн студия я руководил компанией которая приносила отличные деньги но случилось так что я все упустил после этого был период стагнации и ленивые надежды на то что все вернется но моя проблема в том что я был крайне ленивый я думал что все должны работать вместо меня и пока была волна проектов которые приносили средства я думал что это все мои заслуги хотя работал я крайне мало в общем после этого периода стагнации я начал анализировать все что со мной произошло понял что причиной стала моя лень я начал работать над собой искать свой путь тут-то мне на глаза и попался ваш канал смотрю вас два года примерно полгода плотно изучаю вопрос переезда до текущего момента я не принимал решение переехать мне нужно было все взвесить на данный момент я сформировал план действий которые приведут меня к довольно плавному и адаптивному переезду план такой так как у меня на данный момент один ребенок учится в пятом классе а второй в четвертом и срывать с учебы я их не хочу то переезд намечен на 2004 24 год да сейчас нас 17 начинает через семь лет до 2024 год за эти восемь лет мне предстоит сделать очень много я собираюсь возродить свою компанию и выучив английский начать работать зарубежными заказчиком я собираюсь накопить денег на дом в америке и начать образование детям возможно план выглядит странновато бредово и непонятно но у меня все же сформулировано в голове я вижу каждый шаг который должен сделать я 35 лет жил без цели мне было лень заниматься самообразованием и хоть каким-либо ростом но это план для меня стал той целью в жизни которую я обязательно достигну собственно вопрос к вам я вам описал все достаточно крупными мазками не вдаваясь подробности как вы считаете имеет ли все это смысл нужно ли тратить 8 лет жизни на подготовку вы стали бы за не стали бы заниматься этим в 35 лет с двумя детьми вот такой вопросик что тут сказать восемь лет жизни это очень большой срок очень большой и дело даже не в детях чтобы их там срывать с этой учебы давайте с этого начнем значит детям гораздо важнее проучиться в соединенных штатах старшие классы вот скажем тогда 9 10 11 12 вот эти четыре года существенно проучиться в соединенных штатах а если они еще так и на годик-другой раньше школу американскую попадут так еще лучше то есть к моменту когда они попадут старшие классы они уже абсолютно адаптируются будет свободный свободное владение языком и так далее и вот эти четыре года они себе заработают там то что нужно заработать для то чтобы учиться в нормальном месте и так далее вот поэтому я думаю что желание чтобы они закончили школу именно там где они сейчас учатся в этой школе для последующей жизни в сша это это неправильный ход то есть я если бы у меня был выбор да вот ребенка раньше сюда или позже сюда я бы я бы конечно делал это раньше если бы например если бы человек сказал у нас там дети там они какие-то там какие-то одаренные там очень они занимаются с репетиторами там они участвуют международных олимпиадах они учатся в каком-то математическом лице и там где все я не знаю схвачено и там что ну то есть что-то такое было бы в руках в руках вот прикладное такое прям можно пощупать чтобы сказать да это то что в жизни важно а допустим в соединенных штатах они этого в школе не получат сейчас на настолько ничего не прозвучало что я даже как-то то есть эта мысль мне абсолютно не близко то есть вот скажем так вот это вот эта мотивация следующий момент я заработаю дома я начну работать зарубежными заказчиками и так далее и так далее и так далее вам намного легче все то же самое будет сделать уже тут вот вы приедете так значит вам может быть сразу не будет легко и английский должен стать такой более-менее человеческий и поработать нужно в одном месте в другом месте потом начнете там потихонечку делать фриланс потом не знаю там поднаймете кого-то и так далее то есть я бы сказал что если вы смотрите на работу с американским заказчиком и у вас есть выбор начать с нуля фактически с нуля у вас только опыт там есть у вас у вас нет бизнеса который готов значит вы должны создать сначала бизнес там или вы приезжаете сюда и создаете его тут я хочу сказать что за восемь лет находясь тут вы можете своротить такие горы но если действительно это для вас существенно да вот вот именно это и в этом направлении я бы конечно не стал этого больше делать вот так ну то есть я я не понимаю из-за чего надо идти более длинным и заковыристым путем нежели например прямым таким достаточно путем плюс 35 лет это еще достаточно молодой человек я не хочу сказать что 43 старый но вот я приехал мне было 35 почти 35 тогда без нескольких месяцев 35 тоже не 24 знаете так если по-честному-то но вот но 35 это это сравнить 43 это небо и земля это почти целая жизнь я вам скажу так значит я приехал в 35 ну пусть будет 34 там но практически 35 я приехал 35 не говорил по-английски вообще ну то есть вот сказать что я не говорил вообще это комплимент сделать вот и у меня не было профессии никакой да вот вы там чего-то умеете а я я ничего такого не умел чтобы можно было пойти и и как-то это продать ну то есть нет конечно я что-то такое мог вот мне там за 15 долларов в час вот там удалось устроиться преподавать там машинопись доз там борт процессинг там в такой значит нон-профитные ремеслухи и так далее то есть жить на эти деньги было нельзя но и коньки отбросить тоже да но но хотя бы хотя бы я в любую секунду мог легитимно отправиться на вилфер например да то есть у него не было проблем мы беженцы там все дела нам в общем-то положено если что вот 35 значит сейчас я думаю это был 35 и это был 90 год но вот скажем через восемь лет давайте так скажем через восемь лет 43 это уже был ну у нас уже на наше состояние там скажем так было в районе там двух миллионов например вот за эти восемь лет это люди которые фактически без профессии которые фактически без языка и тоже но это у нас не было двух детей у нас был один ребенок но вот так примерно понимаете я не знаю что со мной было бы если эти восемь лет провел был ссср но смысле тоже нам осталось в россии и москве вот мне некоторые говорят что я бы стал там сильно богатым а я думаю может и убили бы нафиг потому что половина моих знакомых которые занимались бизнесом в 90 и убили просто погибли ни за что поэтому да и и я вас уверяю что если бы я там например уже состоятельным стал каким-то я б уже не поехал никуда это вот было окошечко такое небольшое временное окошко когда вот старая вот эта фигня разваливалась на глазах нового ничего не просматривалось и как мы уехали мы уехали в ноябре а в марте было отпускание цен а в когда там в августе был гкчп вот представьте себе в какое замечательное время мы уехали если бы мы там просидели еще восемь лет и какие к своим сорокатрем я может быть уже что-то такое там во что-то бы вырос если бы не убили я уже не поехал никуда а чё и чё мне ехать то но если все хорошо дома то какой нормальный человек из дома уедет когда у него все хорошо это кем надо быть вообще когда все хорошо а если не хорошо что ты там сидишь восемь лет сколько раз у вас есть в жизни по восемь лет в полноценной взрослой жизни когда ты в состоянии что-то сделать по серьезному поэтому даже я я не знаю я понимаю что это может быть картина она в голове сложилась и вот вы там видите все эти какие-то моменты плюс вы знаете себя вот и вы как бы получается что там где-то там лень матушка там еще что-то сейчас вот начнет получаться опять где-нибудь там что-то такое появится знаете там жена что-то скажет дети а дети за это время девушка появится еще что-то ей-богу вы как вам сказать вы как бы нарываетесь на какие-то проблемы существенные которые вам помешают реализовать ваш замысел то есть как бы очень-очень мало шансов что вот так как вы сейчас это видите получится не потому что вы плохо видите а потому что за восемь лет много чего происходит такого что мы не в состоянии не догадываться ничего понимаете а дело такое значит что еще тут сказать если уже вы собрались ехать ну так уже езжайте что вы самое определитесь как вы собираетесь там легализовываться там каким хотя я понимаю что большого количества вариантов у вас нету по этой части ну в общем наверное тоже деньги для этого нужны визу еще получите понимаете то есть смысл моих слов вот какой если вы можете пойти получить визу завтра езжайте завтра понимаете если вы допустим отказали вам визе ну что-то такое происходит знаете не идет пока ну пожалуйста вы реализуете там план б да значит другой план и соответственно с этим планом значит вы двигаетесь там создаете какой-то бизнес какое-то направление там чего-то может какие-то навыки у вас там возникнут и так далее и вы параллельно значит нарабатываете какой-то авторитет для получения визы которую вам сейчас не дали может быть там через год дадут английский учите и так далее но вы говорите себе вот в тот момент когда я могу сорваться я в этот момент срываюсь все бросаю и все как только вы начнете жалеть там что-то из того что вы создали вот ну значит значит это то время которое вы не попали сюда значит вы в это время не потратили на то чтобы поставить себя создать себя в этой стране вот вам не нужно покупать дом сразу по приезду совершенно какая-то затея неправильная приехали живите работаете осматривайтесь там ну соображайте где вам дальше жить там и так далее нельзя сразу покупать дом дом же привязывать человека к местности ну вот поснимайте и и дети вам потом спасибо скажут и вы себе скажете спасибо потом вот и ну если так доведется так и мне потом скажете вот 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 уже казалось бы в таком возрасте мог бы из ума выжить а ценный совет дал вот поэтому ладно значит я честно сказать вот не припомню таких планов вот как в этом письме я все время что-то такое разбираю и там планы очень похожие ну то есть со всем тем разнообразием который нас всех отличает но все-таки как бы вехи так сказать очень близкие вот а здесь такое неожиданное я себе запланировал на две тысячи там двадцать четвертый год ой ё-моё да в общем а дожить понимаете это еще дожить надо вот спросите меня михаил вот как ты доживешь до две тысячи двадцать четвертого года но я надеюсь я надеюсь ну так как а кто же вам скажет заранее в общем все так найти интересно здоровье здоровье туда здоровье сюда тут шатнулась там еще что вот поэтому правда очень и очень много факторов которые против этого плана я честно говоря не вижу ни одного который за не со школой абсолютно не в ту сторону это это против вашего плана не с тем что вы там сейчас создадите бизнес вы гораздо лучше вы создадите здесь и он у вас будет более продуктивный я не знаю так так мне кажется вот не знаю что сказать в общем такая вот история счастливо и успехов вам